Послание к евреям, 4 глава Чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя Ведь нам, так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой Но мы, поверившие, входим в его покой, так как Бог сказал Поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой Он сказал это, несмотря на то, что он уже закончил сотворение мира еще в самом начале В другом месте он сказал о седьмом дне так На седьмой день Бог отдыхал от всех своих дел Но выше было сказано, они не войдут в мой покой Так как некоторым еще остается войти в него Но те, кому радостная весть была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания То Бог опять назначил определенный день Сегодня Спустя долгое время провозгласив об этом через Давида Как уже было процитировано выше Сегодня Если услышите его голос, то не жесточайте ваших сердец Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иисус Навин То Бог больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого Поэтому субботний покой остается для народа Божьего Кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как и Бог от своих Поэтому будем делать все возможное, чтобы нам войти в тот покой Чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания Ведь Слово Божье живет и действует Оно острее, чем любой обоедоострый меч И проникает в самые глубины нашей сущности Туда, где проходят границы между душой и духом До суставов и костного мозга Оно судит мысли и сердечные побуждения Ничто во всем творении не скрыто от него Пред ним все обнажено И глаза его видят все Ему мы дадим отчет У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса Иисус, Сын Божий Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях Он был искушен во всем, как и мы За исключением греха Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати Чтобы получить милость И обрести благодать для своевременной помощи Но еще не поздно И обещание Бога в ходе в его покой остается в силе И давайте поэтому будем очень внимательны Чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя Но нам так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть Но им эта весть никакой пользы не принесла Потому что они не приняли ее верой Но мы, поверившие, входим в его покой Так как Бог сказал Поэтому я поклялся в гневе моем Они не войдут в мой покой Он сказал это Несмотря на то, что он уже закончил сотворение мира Еще в самом начале В другом месте он сказал о седьмом дне так На седьмой день Бог отдыхал от всех своих дел Но выше было сказано Они не войдут в мой покой Так как некоторым еще остается войти в него Ну а те, кому радостная весть была возвещена прежде Не вошли по причине своего непослушания То Бог опять назначил определенный день Сегодня Спустя долгое время провозгласив об этом через Давида Как уже было процитировано выше Сегодня Если услышите его голос То не жесточайте ваших сердец Если бы имелся в виду тот покой Который им дал Иисус Навин То Бог больше не говорил бы О каком-то другом дне после этого Поэтому субботний покой Остается для народа Божьего Кто входит в покой Божий Тот отдыхает от своих трудов точно так же Как и Бог от своих Поэтому будем делать все возможное Чтобы нам войти в тот покой Чтобы никто не пал Последовав тому же примеру непослушания Ведь Слово Божье живет и действует Оно острее, чем любой обоюдоострый меч И проникает в самые глубины нашей сущности Туда, где проходят границы между душой и духом До суставов и костного мозга Оно судит мысли и сердечные побуждения Ничто во всем творении не скрыто от Него Пред Ним все обнажено И глаза Его видят все Ему мы дадим отчет У нас есть великий первосвященник Прошедший небеса Иисус Сын Божий Поэтому давайте твердо держаться истины Которую мы и исповедуем Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях Он был искушен во всем, как и мы За исключением греха Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати Чтобы получить милость И обрести благодать для своевременной помощи Но еще не поздно И обещание Бога о входе в Его покой Остается в силе И давайте поэтому будем очень внимательны Чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя Ведь нам Так же, как и этим восставшим была возвещена радостная весть Но им эта весть никакой пользы не принесла Потому что они не приняли ее верой Но мы, поверившие Входим в Его покой Так как Бог сказал Поэтому я поклялся в гневе моем Они не войдут в мой покой Он сказал это Несмотря на то, что Он уже закончил сотворение мира Еще в самом начале В другом месте Он сказал о седьмом дне так На седьмой день Бог отдыхал от всех своих дел Но выше было сказано Они не войдут в мой покой Так как некоторым еще остается войти в Него Ну а те, кому радостная весть была возвещена Прежде не вошли по причине своего непослушания То Бог опять назначил определенный день Сегодня Спустя долгое время провозгласив об этом через Давида Как уже было процитировано выше Сегодня Если услышите Его голос То не жесточайте ваших сердец Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иисус Навин То Бог больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого Поэтому субботний покой остается для народа Божьего Кто входит в покой Божий Тот отдыхает от своих трудов точно так же Как и Бог от своих Поэтому будем делать все возможное Чтобы нам войти в тот покой Чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания Ведь Слово Божье живет и действует Оно острее, чем любой обоюдоострый меч И проникает в самые глубины нашей сущности Туда, где проходят границы между душой и духом До суставов и костного мозга Оно судит мысли и сердечные побуждения Ничто во всем творении не скрыто от Него Пред Ним все обнажено И глаза Его видят все Ему мы дадим отчет У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса Иисус, Сын Божий Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях Он был искушен во всем, как и мы За исключением греха Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати Чтобы получить милость И обрести благодать для своевременной помощи Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...